Фантастические фильмы Это фантастический хоррор о Брин, одинокой девушке из маленького сельского городка. Брин живет в своем уютном мерке, где создает макет города в зале, пишет письма своей погибшей подруге Моты с страницы злобных соседей. Но однажды ночью ее дом атакуют пришельцы, и она чудом сбегает. Только для того, чтобы обнаружить, что все линии связи и электроснабжения отрезаны, пришельцы захватили тела местных жителей, а пути из города нет. Фильм уникален тем, что в нем всего 5 реплик за 93 минуты. Напряжение и чувства передаются с помощью звука, музыки и эмоциональной игры Девер. Фильм использует малое количество CGI, давая предпочтение реалистичным спецэффектам для создания разных видов пришельцев, от человекоподобных до паукообразных. Фильм «Никто не спасет тебя» — это увлекательный и необычный подход к жанру вторжения инопланетян. В нем есть впечатляющие сцены действия, жуткие моменты и удивительные повороты в сюжете. К тому же он несет в себе глубокий моральный смысл о прощении и покаянии. Брин должна осознать свою вину и горе и столкнуться со своим прошлым. Самое сильное впечатление от фильма закономерно производит игра Девер, которая держит внимание зрителей своей физической игрой и мимикой. Именно она заставляет нас сопереживать героине и, затаив дыхание, следить за ее выживанием. Создатель — фантастический триллер, снятый Гарретом Эдвардсом по собственному сценарию, написанному совместно с Крисом Вайтсом. Фильм рассказывает о событиях 2055 года, когда после ядерного удара по Лос-Анджелесу началась война между человечеством и искусственным интеллектом. США и их союзники заявляют о необходимости уничтожить ИИ на планете. Их основной целью становится создатель, таинственный лидер искусственного интеллекта в Новой Азии, регионе, который поддерживает ИИ, вопреки противостоянию Запада. В центре сюжета фильма Джошуа Тейлор, экс-военный, который вместе со своей беременной женой Майей, предполагаемой дочерью создателя, проникает в Новую Азию как шпион. Это визуально захватывающий, интеллектуально глубокий фильм, который затрагивает темы искусственного интеллекта, человеческой сущности, войны и мира. Он использует потрясающие эффекты и работу камеры, создавая резкий контраст между депрессивной антиутопией Запада и яркой утопией Новой Азии. Фильм также содержит эффектные боевые сцены, демонстрирующие мастерство Эдвардса в организации масштабных битв и погонь. Одним из достоинств является его оригинальный сложный сюжет, который стоит под сомнение ожиданий, догадки зрителей относительно будущего человечества. Он не делит персонажей на хороших и плохих, а скорее показывает разные точки зрения и мотивации обеих сторон конфликта. На данный момент фильм получил смешанные отзывы от критиков и зрителей. Рецензенты в основном хвалили режиссуру Эдвардса, амбициозные визуальные эффекты, производственное качество и построение мира. Однако многие также указывали на недостатки сценария, недоработку персонажей и заимствованные элементы. И хотя фильм пока не смог достичь больших успехов в кинопрокате, я думаю, что со временем он способен завоевать большую популярность и даже стать культовым среди любителей фантастических боевиков, как это уже неоднократно случалось с другими фильмами. «Рай земной» – захватывающий научно-фантастический триллер из Германии, который погружает нас в антиутопический мир, где время стало самой ценной валютой. Фильм вышел на Netflix в июле и традиционно для сервиса вызвал разные реакции у зрителей. Главный герой фильма – Макс и Елена, молодая пара, которая живет в роскоши и благополучии в футуристическом обществе. Они пользуются услугами биотехнологической компании Aeon, которая умеет переносить время между людьми, имеющими совместимый ДНК. Это дает возможность богатым и влиятельным увеличивать свою жизнь за счет бедных и отчаявшихся. Но жизнь Макса и Елены переворачивается, когда их квартира сгорает в пожаре, и они оказываются в долговой яме, из которой не могут выбраться. «Рай земной» – это фильм, который заставляет задуматься о таких важных темах, как старение, неравенство, этика и любовь. В фильме мы видим, как технология, которая могла бы быть благом для человечества, превращается в инструмент коррупции, эксплуатации и угнетения. Мы также видим, и как сами герои меняются под влиянием крайних обстоятельств. Фильм имеет множество достоинств, таких как хорошая игра актеров, потрясающая визуальная стилистика и оригинальная тематика, и он точно должен прийтись по вкусу любителям антиутопических фантастических триллеров, которые хотят увидеть что-то нестандартное и запутанное. «Тау» – научно-фантастический триллер, который показывает, как складываются отношения между заложницей, жестоким ученым и искусственным интеллектом, который контролирует его современный умный дом. Главную роль в фильме исполняет Майка Монро, который играет Джулию, девушку-ворок, которую похитил Алекс, глава компании по созданию искусственного интеллекта, намерена использовать ее мозг в своем тайном эксперименте. В то время, пока Алекс отсутствует дома, Джулия завязывает дружбу с «Тау», который любопытен о том, что происходит за стенами дома. Она обучает его музыке, искусству, рассказывает о том, что такое эмоции, и пытается уговорить помочь бежать. «Тау» переживает дилемму между верностью Алексу и его создателю, и сочувствием к Джулии, которая считает его своим другом. «Тау» — это фильм, который затрагивает несколько глубоких идей и тем, но не раскрывает их до конца. Фильм отличается высоким качеством производства и дизайна, а также хорошей игрой актеров. Возможно, вы заметите сходство этого фильма с другими известными фантастическими фильмами, такими как «Из машины», «Терминатор» и «Космическая одиссея». Однако это не мешает насладиться просмотром, а концовка дарит ощущение правильного, заслуженного финала. «Дитя Осириса» — австралийский инди-проект, созданный режиссером Шейном Абессом. В фильме показано будущее, где человечество освоило другие планеты и подчиняется жестокой корпорации «Экзор». История повествует о двух необычных героях, которые объединились, чтобы спасти девочку от грозящей опасности. Когда «Экзор» намеревается уничтожить жителей планеты с помощью смертельного оружия, герои вступают в схватку с разными преградами и врагами. Фильм состоит из глав, в которых раскрываются разные стороны персонажей и мира. Картина выполнена в ретро-стилистике и напоминает классические фантастические фильмы. Учитывая его небольшой бюджет, фильм поражает своими зрелищными визуальными эффектами и дизайном. Планировалось, что он будет первым в новой серии фантастических фильмов антологии и завершается клиффхенгером. Однако официальное подтверждение или объявление о сиквеле так до сих пор и не появилось. «Дитя Осириса» не идеальный, но привлекательный и амбициозный фильм. Это увлекательное путешествие в дистопическое будущее с незабываемыми персонажами и историями. Фильм заслуживает внимания любителей фантастики, которые ценят низкобюджетные ленты с высокими концептуальными идеями. В 2019-м на экраны вышел фильм «Грань времени», снятый дуэтом режиссеров Джастина Бенсона и Аарона Мёрхеда. В главных ролях снялись Энтони Маки и Джейми Дорнан, которые играют Стива и Денниса, двух спасателей-медиков из Нового Орлеана. Их работа сталкивает их с рядом загадочных и ужасающих случаев смертей, связанных с новым наркотиком под названием синхроник. Стиву ставит страшный диагноз – неоперабельная опухоль. От изобретателя наркотика он узнает, что синхроник воздействует на восприятие времени в зависимости от местоположения и активности шишковидной железы. Взрослые люди испытывают лишь галлюцинации, но дети и люди с аномалиями железы, как Стив, могут перемещаться в прошлое. Стив начинает сам экспериментировать с наркотиком и попадает в разные эпохи истории Нового Орлеана, от доисторического времени до Гражданской войны. Он также понимает, что может менять прошлое, и решает потратить добытые таблетки, чтобы спасти Брианну, пропавшую дочь Денниса, которая приняла синхроник. «Грань времени» — это увлекательный и необычный фантастический триллер, который сочетает в себе элементы ужасов, драмы и комедии. Он получил множество хвалебных отзывов от зрителей за оригинальность сюжета, его эмоциональную насыщенность, философскую глубину, а также отсылки к классике научной фантастики. «В чужой шкуре» — фантастический триллер от Брэндона Кроненберга, сына знаменитого создателя боди-хорроров. В фильме показан мир, где существует тайная организация, специализирующаяся на корпоративных убийствах. Она применяет специальную технологию, которая позволяет вживлять разум одного человека в другого и заставлять его убивать по заказу богатых клиентов. Главная героиня фильма ВОЗ — профессиональный убийца, но постоянные переключения между разными личностями и жизнями начинают подрывать её психику и самоидентификацию. Она старается сохранять связь с семьёй и подавлять жестокие импульсы, которые проникают и в её повседневность. Её наставник следит за её состоянием и направляет её на всё более сложные и опасные миссии. Одна из них заключается в том, чтобы войти в сознание Колина Тейта, жениха Аве Парс, дочери влиятельного бизнесмена. Но что-то идёт не по плану, и ВОЗ оказывается запертой в голове Тейта, не способна ни сбежать, ни выполнить задания. А Тейт же пытается разобраться, что с ним не так и откуда берутся чужие мысли и желания. В «Чужой шкуре» наполнен неожиданными сюжетными поворотами, жестокими и реалистичными сценами насилия, а также удивительными и сюрреалистическими визуальными эффектами. Фильм снят в основном с использованием практических эффектов, которые создают невероятно страшные и отвратные кадры. Расплавленные лица, спаянные тела, фонтаны крови. Фильм не для слабонервных, он жуткий, тревожный и провокационный, и он точно вызовет у вас дискомфорт и беспокойство. А ещё он оригинальный и зрелищный. Точно рекомендую его всем почитателям боди-хорроров. Эра выживания. Фильм рассказывает о будущем постапокалиптической Земли. Он начинается с короткого описания мира, где люди попытались избежать экологического кризиса, инвестировав в генетические технологии, но не справились. Созданные вирусы и организмы освободились и уничтожили все съедобные растения, животных и большее количество людей. Олигархия живёт в изолированных городах, которые называются цитаделями, а остальные люди выживают как могут. 14-летняя Веспер живёт в лесном доме со своим отцом Дариусом, который парализован и может общаться только через дрон, похожий на летающую роботизированную голову и сопровождающий Веспер в её ежедневных занятиях, пока его настоящее тело лежит в кровати. Однажды рядом разбивается корабль цитадели, и Веспер обнаруживает раненого человека. Эра выживания – это фильм, который соединяет в себе великолепные визуальные эффекты, убедительных героев, оригинальные концепции, эмоциональную драму в увлекательном научно-фантастическом приключении. Это богатый и интересный мир с потрясающим дизайном и кинематографией. Кроме того, это ещё и праздник для разума, так как в нём затрагиваются вопросы о последствиях человеческого воздействия на природу, этики генной инженерии и сущности человеческого существования, о ценности жизни и силе мечты. Фильм не даёт простых ответов или моральных суждений, но предлагает зрителю подумать и поразмыслить над своими взглядами и решениями. Игра Эндера Экранизация одноимённого научно-фантастического романа Орсона Скотт Карда, написанного в 1985 году. Главный герой фильма – Эндер Вигин, подросток-гений, который был отобран международной военной организации для обучения в специальной школе в космосе. Его задача – стать командиром армии, которая должна сразиться с инопланетными существами, известными как формики или жукеры. Эти существа уже дважды атаковали Землю и представляют угрозу для выживания человечества. В фильме мы следим за тем, как Эндер проходит жёсткое обучение, соперничает с другими кадетами и принимает сложные решения, которые влияют на судьбы мира. Фильм затрагивает такие темы, как этика войны, психология, лидерство и человеческая природа. Он поражает зрителя своими спецэффектами, которых создаёт ощущение присутствия в космической битве и невесомости, а также может похвастаться прекрасным актёрским составом с талантливыми и известными именами. Однако у него есть один спорный момент – он значительно ужимает и упрощает сюжет и идеи оригинального романа, который был более глубоким, взрослым и сложным, раскрывавшим последствия войны и моральную цену победы. Поэтому фильм может не удовлетворить требовательных фанатов научной фантастики, но может стать хорошим выбором для начинающих знакомства с этим жанром. Облачный атлас Фантастический фильм о том, как действия и последствия отдельных жизней влияют друг на друга в прошлом, настоящем и будущем. Фильм снят по роману Дэвида Митчелла, сценарист и режиссёры Вачовский и Том Тайквер, а звёздный актёрский состав исполняет многочисленные роли в шести различных эпохах – от XIX века до постапокалиптического будущего. Основная тема фильма – связь между человеческими душами во времени и пространстве. То, как один добрый или жестокий поступок может пронестись сквозь поколения и повлиять на судьбы других людей. В фильме также присутствуют отсылки к другим, собственным, внутренним историям, что только порадует внимательных зрителей и делает картину пригодной к повторному, вдумчивому просмотру. Плюсы фильма – масштабность, потрясающие визуальные эффекты, оригинальная партитура, эмоциональное воздействие, великолепная игра актёров. Минус – сложная структура, из-за которой облачный атлас так и не снискал широкую славу. В общем и целом, это очень творческая адаптация романа, смелое исследование больших идей, мощный посыл надежды и человечности. Его стоит посмотреть всем, кто любит фантастические фильмы, и в первую очередь бросающий вызов уму и трогающие сердце. И это всё на сегодня. Спасибо за просмотр. Не стесняйтесь делиться этим видео с друзьями, подписываться на канал и нажимать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok